Продолжаем информбюро. Из казахстанских аптек стали исчезать самые востребованные дешевые лекарства. Провизоры объясняют это отсутствием поставок. Как известно, доля импортных препаратов на нашем рынке доходит до 50%. Беларусь, Россия и Украина – основные поставщики. А из-за военных действий и санкций в этих странах возникли проблемы с логистикой. Но сложная геополитическая ситуация – не единственная причина возникновения дефицита медикаментов. Подробнее расскажет Жамал Габдулина. Камила Каберидзе – владелица сети аптек. Она признается, что с 23 января цены на лекарства выросли от 15 до 30%. С каждым скачком доллара медикаменты ставятся на переоценку. Есть и проблемы с поставкой украинских и российских лекарств. Именно поэтому казахстанцы не могут найти в аптеках привычные препараты – корвалол, валидол или нафтезин. Но это внешние причины дефицита. Каберидзе заявила и о внутренних искусственно созданных спекуляциях. Аптовые сейчас представители имеют свои аптеки. Они отгружают, к сожалению, только в свои аптеки и потом всем остальным. Произошла сейчас монополия по ценовой политике. То есть конечный потребитель раньше мог выбрать ценовую политику от минимальной до максимальной и смотреть, ходить по аптекам. И выбирать там, где ему наилучшее качество и наилучшая цена. Но на данный момент уже такого не может произойти, потому что все оптовые компании отгружают в первую очередь только в свои аптеки. Это вызывает дефицит, это вызывает неправильную конкуренцию на рынке, это вызывает ажиотаж. 23 февраля инициативная группа владельцев аптек встречалась с представителями партии Акжол. Аптекари открыто заявили, что их выживают с рынка, тогда как у аффилированных аптек есть свои привилегии. Бипантен-крем в аффилированных аптеках Зерде стоит 1680 тенге. Тогда как вот с мелким аптеком и средним аптеком вот эти же оптовики продают за 1710 тенге. Конечно, они не будут конкуренции выдерживать. И так со многими препаратами. Кроме того, создается время от времени искусственный дефицит некоторых лекарственных препаратов. Они объявляют, что его нету в продаже, а в своей сети у них аптек есть. Депутаты обещали сделать депутатский запрос в правительство. Члены инициативной группы владельцев аптек предлагают создать межведомственную комиссию и совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции проверить на наличие преступного сговора.